Мария Зубарева Но для своей единственной дочери родители видели более приземленную и стабильную профессию, поэтому делали ставки на точные науки. Маша училась на отлично, участвовала в олимпиадах по точным наукам и даже побеждала. Однако с детства мечтала об актерстве. В выпускных классах она всерьез увлеклась журналистикой, даже окончила школу юного журналиста. Будущая актриса решила, что именно эта профессия станет компромиссом между собственными и родительскими желаниями. Но все изменил случай. В гости к Зубаревым пришли знакомые педагоги из Щукинского училища. По совету друзей, будущее Марии было предрешено. В кино молодая актриса снималась на протяжении 10 лет и за это время сумела получить негласный статус самой востребованной артистки 80-х годов. Успех пришел после триумфальной премьеры картины «Мордашка», а закрепился показом фильма «Возвращение Будулая». Последней работой в послужном списке стала главная роль учительницы Маши в сериале «Мелочи жизни». Одновременно со съемками в кино молодая актриса выступала в театре. Мария Зубарева служила в драматическом театре имени Пушкина. Мария прожила 31 год, но успела за это время дважды побывать замужем и стать многодетной мамой. Впервые девушка выскочила замуж на первом курсе. Избранником Маши стал сокурсник Борис Киннер, который красиво ухаживал и засыпал комплиментами. Влюбленные поженились, а вскоре Мария родила дочь Аню. Однако через год брак все равно распался. Второй жених был на готове. Дело в том, что сокурсник Игорь Шавлак давно любил первую красавицу на потоке. Известие о свадьбе Маши чуть не свело его с ума, но мужчина решил ждать. После развода Зубарева и с Киннером Игорь понял, что время пришло. Шавлак сблизился с актрисой и прекрасно поладил с ее дочкой. Аня даже думала, что это и есть ее родной папа. Зубарева во второй раз пошла под венец. Но, увы, семейная идиллия быстро закончилась. У мужа появилась другая. Личность третьего мужа актриса не афишировала, но была безгранично счастлива. Случайная встреча в корне изменила ее жизнь. Это произошло во время съемок в сериала «Мелочи жизни». В третьем браке Мария родила двойняшек Рому и Лизу. Казалось бы, чего еще желать? Зубарева после декрета планировала вернуться к съемкам и воспитывать детей. Но неизлечимый недуг полностью изменил ее жизнь. Молодой актрисе диагностировали онкологию. После родов она сильно похудела и плохо себя чувствовала. Управляться с младенцами не хватало сил, поэтому на помощь пришли родители актрисы. Они же и настояли на том, чтобы она прошла комплексное медицинское обследование, результаты которого повергли всех в шок. Зубаревой диагностировали неоперабельную стадию рака. Вернуться к съемкам в сериале «Мелочи жизни» и «Полноценной жизни» было не суждено. Последние недели жизни актриса провела в условиях госпитализации. Ее постоянно проведывали родственники и коллеги. Только мужчинам больная актриса запрещала являться. Она хотела остаться в памяти прежней красавицей. Так и получилось. Осенью 93-го прекрасной Марии Зубаревой не стало. Воспитанием младенцев занялись родители покойной. О третьем супруге в принципе ничего не известно. Информации о младших детях Марии Зубаревой отсутствует. Известно, что старшая дочь Аня по стопам родителей не пошла. Девушка далека от кинематографа. Уважаемые зрители, мы благодарим вас за просмотр. Просим поделиться этим видео в социальных сетях и оценить его. До новых встреч!